То, что будет с бизнесом в 2022 году в России после санкций. Этот вопрос волнует как самих бизнесменов, так и всех нас, потому что большинство из нас потребители, а это цены, и мы сотрудники, это рабочие места. В условиях, когда наша страна столкнулась с колоссальным санкционным давлением в бизнес-сфере, отсутствует стабильность. Какая картина вырисовывается на сегодняшний день, попробуем разобраться вместе с бизнес-омбудсменом Калининградской области Светланой Нижегородовой. Добрый день. Добрый день. Светлана, прежде всего, какие отрасли уже сегодня попали в такую самую уязвимую ситуацию? На самом деле в уязвимую ситуацию попали многие отрасли, но, к сожалению, наверное, именно в этом кризисе мы видим, что страдает и промышленное производство. Если в кризисе связано с коронавирусной инфекцией, это был все-таки малый бизнес, то сейчас вот эти все санкции затрагивают, в том числе, и промышленные предприятия. С чем обращаются представители бизнеса? Что говорят представители бизнеса сегодня, когда обращаются к вам как к бизнес-омбудсмену? На что жалуются? В шоке, наверное, все-таки. Да, все в шоке, информации очень много, жалоб, даже не жалоб, а обращений именно очень много. Начну с того, что с первых дней еще... Во-первых, мы почувствовали кризис в Анклаве, самые первые, наверное, еще когда вы помните историю... Очереди на границах стали появляться. То есть мы понимали, что какой-то кризис будет, и уже в конце февраля, собственно, начали поступать обращения. Самые первые обращения были, это вопрос денежный. Как ни странно, когда настало понимание, что поставщики все требуют предоплату, когда курс доллара риска вырос, когда ключевая ставка стала 20%, соответственно, банковские деньги стали очень дорогие, бизнесу срочно понадобились оборотные средства, а взять их было, по сути, в дешевом, быстром варианте неоткуда, поскольку ключевая ставка была резко увеличена. И вот это были первые обращения, что бизнесу требовались антикризисные программы, как минимум государственного финансирования, чтобы быстро пополнить свои оборотные средства. Хорошо, но прежде всего, откуда ждать помощь? Ее нужно ждать со стороны государства. Какие меры поддержки предусмотрены от государства сегодня? О чем говорят вообще? Что обещают? Обещают многое, но многое уже сделано. И решения принимаются прям вот день в день буквально. Каждый день много решений очень таких интересных. Первое, по финансированию. Есть три антикризисные программы, они на общедоступных сайтах есть. Это льготное финансирование. Конечно, в текущих условиях, когда ставка ключевая 20%, это финансирование, по-моему, там колеблется от 8,5% до 15% для малого-среднего бизнеса. Банки уже с сегодняшнего дня, по-моему, выдают эти кредиты, и малый бизнес может обращаться. И я, собственно говоря, призываю это делать, поскольку это дешевое финансирование, которое всем необходимо. Второе, касательно беспрецедентного решения, касательно проверок бизнеса. То есть вышло постановление, которое фактически, не то что моратория, а практически тотальный запрет вводит на административное давление на бизнес. Это и плановые, и внеплановые проверки, даже ограничения по административным расследованиям. Беспрецедентные решения со стороны Федеральной налоговой службы. В случае долгов по налогам не будет блокироваться счета, как всегда это было ранее для предпринимателей. Очень много решений, связанных с импортозамещением, помощь промышленности, прям даже есть некоторая такая адресная помощь. Но государство реагирует сейчас мгновенно, и даже вот сейчас бизнес наш региональный, постоянно на связи с региональным правительством в общих чатах и так далее, поскольку у нас еще есть транспортная проблематика, и все это решается достаточно быстро. Логистика – это самая большая проблема для Калининградской области. Она была и до пандемии, и в пандемию, и сейчас остается. Только усугубляется, судя по всему. Как дела у экспортеров? Какая калининградская продукция еще востребована на зарубежном рынке, и в каких странах есть такие инциденты, прецеденты? Вот вы спрашивали о наиболее пострадавших. Наверное, экспортеры – это одни из таких, да, поскольку понятно, что и транспортная составляющая, плюс у нас есть запрет на экспорт ряда товаров. Обращу внимание, чтобы не пугать, что этот запрет не касается тех товаров, которые произведены здесь, в России. Правда, условия – должен быть сертификат СТ-1, но в целом мы понимаем, что мы живем в запретительных устроях, экспортеры, конечно, попали под серьезное давление. Как, в принципе, и те, кто использует импортные какие-то комплектующие сырье в своем производстве. Давайте поговорим о малом бизнесе, о малышах так называемых. Как закрытие социальных сетей повлияло на… и повлияет на малый бизнес? Ведь многие использовали эти площадки как какую-то самопрезентацию, самопозиционирование, самопозиционирование, реклама, короче говоря. Теперь они останутся и без нее. Ну, по сути, да, это вот те самые наши самозанятые. Это самозанятые, ногти, губы и так далее. Выпечка там какая-то, что мы так долго-долго обеляли, да, вот обелили и, по сути, лишили такой вот площадки рекламной фактически. Ну, будут приходить другие мессенджеры. Это позиция государства, поэтому тут и падение доходов будет, по сути, как у всех. Рекламный бизнес, не могу не спросить, каково его будущее? У меня не было обращения от рекламного бизнеса, но ожидаю, что, возможно, конечно, будет падение доходов, так как рекламный бизнес – это все-таки те затраты, которые, возможно, крупный бизнес будет оптимизировать. Но это только лишь мое предположение. Может быть, все будет и не так плохо. Также эксперты говорят о том, что произойдет закрытие мини-производств, которые стали открываться совсем недавно. Это крафтовая продукция. Будет ли расти спрос на более дешевые продукты? Это факт, потому что денег свободных остается все меньше. Так вот, это откат назад, своеобразный такой. Что будет с этой крафтовой продукцией? Вообще согласны вы с мнением экспертов того, что все эти производства будут закрываться? А давайте посмотрим на это с другой стороны. Если эта крафтовая продукция является полностью произведенной в России или, допустим, в нашем регионе, против этого у нас будет запрет на импорт аналогичной дорогостоящей продукции из-за рубежа, так, может быть, и для кого-то это будет, наоборот, временем возможности. Все зависит от их ценовой политики, гибкости. И вполне возможно, они зайдут на наш рынок уже как, ну, не монополисты, но, скажем так, с определенным преимуществом. То есть как раз-таки у этих производств есть шанс на будущее? Ну, почему бы нет? Если будет закрытый импорт аналогичной продукции, конечно, надо просто выбрать свой маркетинг, свою нишу, и можно, я думаю, попасть на эти рынки точно. Угу. Мы сделаем небольшую паузу. У нас в гостях сегодня бизнес-омбудсмен Калининградской области Светлана Нижегородова. Вот незадолго до вас, неделю назад, у нас в гостях была представитель, руководитель рекрутингового агентства, персонал «Янтарь» Наталья Воронцова. Вот ее цитата. «Главная цель работодателей сегодня – это обеспечить спокойствие своих работников. Финансовая стабильность для бизнеса сегодня – это решаемый вопрос». Насколько вы согласны с тем, что сегодня работодатели спокойны? Вот обеспечить спокойствие – это вот сто процентов. Вот сейчас надо пока сохранять спокойствие, пытаться сохранить свои трудовые коллективы. Надеюсь, с помощью государства это можно будет сделать. Ну да, и не поддаваться панике. Не поддаваться панике. Финансовая стабильность для бизнеса сегодня – это решаемый вопрос. Ну да, есть меры поддержки со стороны государства, которыми возможно воспользоваться. Конечно, это сложно, поскольку раньше всегда было доступно банковское кредитование, достаточно комфортное по ставкам. Сейчас оно доступно в менее комфортных условиях. Но я призываю пользоваться антикризисными программами, поскольку они именно для этой цели, собственно, и вводятся. Вот чтобы обрисовать сегодняшнюю ситуацию, насколько, по вашему мнению, все хуже по сравнению с ситуацией двухлетней давности, когда у нас был объявлен локдаун? Это совершенно разные кризисы, их даже сложно сравнивать. Во-первых, кризис, связанный с коронавирусной инфекцией, все-таки больше коснулся малого и среднего бизнеса, больше даже малого, отдельных отраслей и крупной промышленности он затронул меньше. Данный кризис, я думаю, затронет все отрасли бизнеса и промышленности, среднюю и крупную. И малый бизнес, он затронет в том плане, что будет, скорее всего, и уже падают доходы населения, и растут затраты на продукты и так далее. И в этом плане, конечно, будет некомфортно и малому бизнесу тоже. Какие-то предприниматели, предприятия уже говорят сегодня о сокращениях сотрудников? Такие разговоры идут, но никаких официальных заявлений о массовых сокращениях наша, по крайней мере, промышленность не делала, я об этом не слышала. Пока еще так. Пока еще так. Люди всегда приходили в бизнес. В частности, что можно сказать по поводу общепита. Рестораны, рестораторы. В состоянии вот этого локдауна произошла такая переоценка ценностей, но люди, тем не менее, стали приходить именно в этот бизнес. На одну треть, как говорят в индустрии гостеприимства, увеличилось количество точек общепита в Калининградской области. Люди готовились к рывку после ковида. И здесь после ковида как раз-таки такой вот поддых санкций. Насколько вы считаете успешным бизнес сегодня, бизнес общепита? Общепита много проблем сейчас, конечно, да. Вот буквально недавно мы разговаривали с представителями отрасли. Проблемы в том числе финансовые, поскольку растет закупочная стоимость всех и материалов, и, собственно, арендная плата, и все это растет. На это нужны деньги. Но я думаю, что если у нас будет нормальный турпоток, если очень резкого падения доходов в населении не будет, то общепит будет в достаточно нормальной ситуации. Мы на это очень надеемся. То есть туристы это как раз-таки та самая поддержка для отрасли индустрии гостеприимства, в том числе общепита? Ну, я надеюсь, что и поддержка государства тут тоже сработает, которая есть для общепита. Там были особые налоговые режимы для общепита сделаны. Но прежде всего это, конечно, платежеспособный спрос. Чтобы спрос был, и чтобы он был платежеспособен, чтобы люди могли платить за услуги общепита. Если туристы это обеспечат, то это тоже будет очень неплохо. Ждем. Вы же читаете социальные сети или читали их тогда, когда они еще работали? Разрешенные читают. Да, естественно. Поэтому вы, очевидно, знаете, что в Калининградской области среди жителей таких два лагеря, которые положительно относятся к туристам и отрицательно относятся к туристам. Вот выгода Калининградской области от туристического бизнеса, она какова? Мы сейчас говорим о том, что работают ательеры, работают рестораторы. И еще какая? Ну, я в первом лагере за, конечно, туристов. Это деньги, которые люди привозят в экономику нашего региона. Что мне еще к этому добавить? Ну, я не знаю. Это то, что потом наши гостиницы и общепит отдают наш регион в качестве налогов. То, на что живут наши потом граждане, которые, допустим, устроены в бюджетной сфере, например. Это же все взаимосвязанные вещи. Конечно, деньги, которые идут в регион, это правильная история. В условиях, когда наша страна столкнулась с колоссальным санкционным давлением в бизнесе, в бизнес-сфере вообще отсутствует какая-то стабильность. Но, тем не менее, будем надеяться на лучшее. У нас в гостях сегодня была Светлана Нижегородова. Это бизнес-амбудсмен Калининградской области. Спасибо, что решили. Спасибо вам. Спасибо вам.